От Ники Минаж сразу же в доту. Провальная игра от команды Vega Squadron. Настолько же провальная, насколько провален проект Ники Минаж на мировом поп-сообществе. Но тем, кто не знает об этом, лучше и не знать. У нас вторая игра между командами Vega Squadron и Team Empire. У микрофона друг мы переместились на этот Twitch. У нас были на то причины. Что мы проверяем, пока что останется за кадром. Но это вопрос, в общем-то, несущественный. И вопрос, не имеющий никакого отношения к данной игре. В любом случае, первую катку Vega Squadron у нас с треском проиграли. Team Empire просто задавили авторитетом. Просто шли по всей карте. Навязывали драки, а драться Империя в любом случае умеет лучше, чем это может сделать команда Vega Squadron. Давайте перейдем к данному пику. И разберемся, кто у нас не появится уже в игре и кого команды разобрали. Со стороны команды Vega Squadron первым отправился в Бан Висп, Бристлбэк, Снайпер и Дазл. От Team Empire. Чен, Акс, Слардар и Клокверк. Я так понимаю, Слардар частый гость для команды Vega Squadron. Я вообще не особенно наблюдал за их, можно сказать, творчеством на дота-поприще. Поэтому не могу ничего сказать. Но судя по тому, что Team Empire их забанили, а по этому пику Слардар вообще никоим образом заходить не мог. Видимо, просто хорошо Vega Squadron на данном персонаже отыгрывает. В любом случае, Слардара мы уже не увидим. Слардар у нас в бане. Для Vega Squadron в пик ушли Венжфул Спирит, СФ, Рубик и Бэтрайдер. Со стороны Empire, Шейкер, Прюмастер и Скайрос Маг. У Team Empire на Шейкере будет отыгрывать Йоку. Это просто какое-то золотое время для Шейкера, который стоит на Хардлайне. Йоку из Хардлайна вывозит достаточно артефактов. А дальше королевские эхо-слэмы от данного персонажа, медийного персонажа Дота Комьюнити. В случае Йоку, я думаю, все чаще и все более обсуждаем. То, как играет этот парень, честно говоря, заставляет аплодировать. Если не стоит, то в полуприседе как минимум. В любом случае, Шейкер, все матчи, которые я видел в исполнении Йоку на Шейкере, заставляли меня радоваться искренне тому, что я делаю. А конкретно комментирую матч Империи. На данном этапе я комментирую матч Империи против команды Вега Сквадрон. Это Дота Пит Лига. Третий сезон. 22 сет у нас на часах. Плюс один по Киеву, плюс два по МСК. Дальше считайте уже, кто где находится. У нас уходит Темплар Ассасин для команды Эмпайр. И Бэтрайдер четвертым пиком для Вега Сквадрон. Дизраптор уходит у нас в баню от Вега Сквадрон G2A. И последний бан для Эмпайр. В общем-то, мид для Вега имеет СТСФ. Рубик и Винга у нас на саппортах. Бэтрайдер сложный, а значит, осталось забанить кого-то из Мейнкерри. Кто бы по этому пику вообще мог заходить? Я думаю, можно любую ерунду брать под этот пабовский пик. А пик немножко попахивает пабом. Можно брать Антимага, можно брать Войда. Они зайдут тут просто расчудесно. В общем-то, и Акс не зайдет. Да, Акс у нас уже в бане. Можно, 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 можно брать Шторма, скорее всего. Тут, если для масс-врывов, ну, забанили Тролля. Почему забанили Тролля, не, не очень. Знаю, видимо, Тролль ломает комбинацию Империи. Я бы посоветовал команде Вега Сквадрон взять того же Шторма в мид. Действительно, здесь будет от кого бегать и куда улетать. Хотя есть Скайрос Мак в пике. Шторму может быть достаточно сложно. Ну и опять же, неизвестен уровень подготовки Вега Сквадрон. Насколько они сыграны, насколько они универсальны и гибки в вопросах пиков, в вопросах реализации персонажей. В любом случае, 4 секунды основного и 35 дополнительного для Вега Сквадрон. Последний пик. Мейн керри для данного коллектива необходим. Если СФ, конечно же, отправится в мид. Но вариантов не так много. Кого выберут для Трона? 20 секунд остается. Ну, мне кажется, мы сейчас увидим какую-то звезду Паба по типу Войда или Антимага. Или, прости господи, Рики. 5 секунд. Кентавр. Все проще. Все гораздо проще. Берут Кентавра, да. Тут вроде бы набор персонажей близок был к Пабу. Ну, в общем-то, это классическая схема ЦМ. Первые 4, конечно же, персонажа. Они уже волей-неволей перекликаются у меня с Пабом. Потому что в Паб хороший набор персонажей, несложных для реализации, очень быстро перетекает. И в Пабах, в ЦМах пабовских все чаще встречаются. Сефер, Рубики, Бэтрайдеры. Винги. Да вообще все, что угодно. Ну что, у нас Сэнд Кинг для Йоку. Вот так вот. Шейкер у нас на Алоха Дэнс. На Шейкере Алоха Дэнс. Резолюшн Темплар Ассасин. Always Wanna Fly играет на Скаре Смаги. Сайлент. Будет отыгрывать на Брюмастере фармящем. И Йоку отправляется на Сэнд Кинге в сложную. Все не так, как я думал. Но все гораздо интереснее, чем я себе мог представить. Кентавра у нас еще не забрали. Иван пока что. Берет Бэтрайдера. Сема Зе Слейер на Рубике. Арзик у нас на Венжи Фулл Спирит. Ну и осталось Сэфа с Кентавром поделить. Команде Вега Складрон. И будем начинать. Напомню, что первую игру команды Вега Складрон и Тим Эмпайр сыграли, по-моему, 17 минут. Да, но он у нас забирает еще одного персонажа. И трон будет на фармящем Кентавре. Возможно, получится переломить ход данного контеста. Но пока что в пользу Вега Складрон в прошлом матче ничего не было. Ни одного Таура они не слезли. Попытка выйти на этот Таур тоже не наблюдалась мной. Очень просто. Очень-очень просто. Отдали победу своим соперникам. Без какого-либо сопротивления. И без каких-либо проблем для команды Эмпайр. Конечно, фраги были, но на трех-четырех персонажей Вега Складрон приходилось одна-две, максимум две смерти игроков Империи. По персонажам мы, в принципе, разобрались. По лайнам разобрались. Я думаю, можно смело переходить непосредственно к матчу. У нас заметили уже Always One One One. Игроки команды Вега Складрон. Они здесь в пятером. Здесь только Сайлент и только Always One One One. Два в пять драться. Ну, понятно, это самоубийство. Always One 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 спокойно заманивает к себе игроков Вега Складрон. Возможно, они углубятся в лес. А тут можно будет обойти их с нескольких сторон. Ну, сразу четыре игрока стекаются сюда. Йоку уже подходит. Always One 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 реально байтит на себя. Это иначе не назовешь. Резолюшн здесь близко. Резолюшн может посражаться. Ну, в итоге Ивана оставляют сложной на Бэтрайдере. И No One у нас, скорее всего, отправится в мид. Драка началась на реке. Но трон, в принципе, толстоват здесь. Для того, чтобы его можно было легко пробить. Хотя никто никуда не уходит. No One у нас здесь. Еще один удар, видимо, по No One. No One должен рассыпаться. Нет. No One на 20 хп. Летает у нас Бэтрайдер. Ну, тут, в принципе, без напалма. Дамага не так много с первого фаерфлая. Друг друга попинали. Синяки, ссадины. Серьезных повреждений нет ни на одном из игроков, кроме мидера команды Вега Сквадрона. Это что означает? Это означает, что ему надо идти на свою базу и терять такой необходимый на ранних минутах левел. Когда сюда придет No One, Resolution должен быть левел 3. Это, думаю, как минимум. Плюс надо терять деньги на тот же там портал Скролл. Это все, естественно, нежелательно на первых минутах. Ну, хотя бы по экспириенсу немного. Потерял у нас No One. Resolution отправляется на мид с танго, который ему вручили добрые тиммейты. Тиммейты 700 на руках имеется. Банка Resolution должна уже лететь. Здесь у нас готовится выход на Йоку. В спину, я так понимаю, ему зайдет Арзик. Но у Йогу есть чем и выйдет любой из станов. Кроме, конечно же, стомпа от Кентавра. У Кентавра нет маны на стомп. Скоро появится, но на данном этапе маны практически нет. Йоку здесь видит Арзика. Просто с руки начинает ковырять Венжи Фулл Спирит. Кто съел дерево? Дерево точно съел не Йоку. Сюда приходит Сёма Зе Слеер. В прошлой игре Сёма Зе Слеер на Трипле не очень помог своим тиммейтам. На Вич Докторе он умирал по КД. Это действительно неприятно. И это диагноз для линии, безусловно. Когда прилетает саппорт. Саппорт, у которого есть станд. Саппорт, у которого есть подхилы. Самого себя и тиммейтов. И Трипла просто разваливается от минуты к минуте. Действительно не очень приятное зрелище. Особенно для почитателей команды Vega Squadron. Если такие имеются у нас на стриме. Иван. В сложной стоит 200 на руках есть. Да, пока он весь вон на флай в инвизи должен забирать Ивана. Кстати, комментирую игру так, как будто игра через 15 минут закончится. Знаете, такой легкий налет. И легкое ощущение того, что данный матч будет не точной, но близкой копией предыдущего. Ну, что-то мне подсказывает, что Vega даже в силу своей недостающей опытности, в силу отсутствия того скилла, который есть у Empire, эту катку вытащить не смогут. Хотя, конечно, посражаться не то, что могут, а обязаны. В любом случае, их смотрят и фанаты, и те, кто болеет за них. Да, может, кто-то и просто ставил свои вещички в доте на данный коллектив. Потому что коэффициент был более чем благоприятный для этих ставок. Но, разумеется, коэффициент от того и высок, что и букмекеры, и дота комьюнити, да и сами команды примерно понимают, кто фаворит, кто аутсайдер, у кого шансов больше, а кто не шансами пользуется, а просто на скилле, на уровне переигрывает своих оппонентов. Ну, посмотрим. Не будем гнобить ни одну из команд. Тем более, мое дело малое, мое дело озвучивать все, что здесь происходит. А происходит здесь следующее. У нас забирают СФ на First Blood, вышел Алоха Дэнс. Вышел сюда Йоку, ну и Resolution то ли ему отдали, то ли он сам забрал. В любом случае, Resolution АФБ. У него уже имеется 800 на руках. Купил он, по-моему, он купил Face Boots уже со старта. Нет, не Face Boots, а так есть, есть Boots of Speed. Одну секундочку, я быстро поменяю управление. Курьер у нас вот так вот. Все, возвращаемся. Курьера видим, курьера чекаем. Можем теперь все очень быстро понимать. Always Wanna Fly. Стал немного богаче, а для Skyros Magа это действительно классно. Вообще без фарма, хотя 5 крипов где-то настилил, но... Это понятное дело, что вся еда на ближайшие минут 5-10 для Skyros Magа. И все, что накапает, все, что сможет набомжевать на рунах Skyros Mag, то ему принадлежать и должно. Ну и все, что можно будет украсть при масс-замесах. По фрагам, конечно, никто Skyros Magу фармить не дает в командах. И правильно делают, потому что это не лейт. Безусловно, куда зашел No-One, если здесь уже стоит Алоха Дэнс? Ну, Вижена, конечно, нет, но в прошлый раз даже на своем хайграунде у нас No-One команда Империя забрали. Что мешает забрать его на чужом хайграунде? Понятное дело, что ничего. Но почему-то Алоха Дэнс немного завтыкал, и... СФ у нас уходит спокойно фармить на свой хайграунд. Давайте по линиям глянем. Трон у нас фармящий. У трона 28 на 11 крипста. Сайлент тоже в легкой фармит. У Сайлента 34 на 22 по нетворцу. Сайлент впереди. 2 600, даже 2 700. И 2 500 у трона. Ну, по фарму пока что Сайлент получше себя чувствует. Бэтрайдер где находится? Бэтрайдер без хп, видимо, у нас был. Иван улетал на базу Регеница. 10... 10 на 0. У него крипстат. По фрагам пока что ничего нет. 800 на руках. Резолюшн у нас снова нам разменивается по хп. Может себе позволить. У резолюшна имеется банка. Банка это постоянно обузится через Курьера. Где же Курьер с банкой? Почему не несет? Есть банка и у СФ. Но СФ по хп проседает сильнее, чем резолюшн. Нован у нас отправляется на стаки. По-моему, здесь дабл или трипл стак был. Несколько пачек СОВ, если не ошибаюсь, легло. Ну и... Нет, да, это... Да, это трипл стак. Даже нет, это не трипл стак. Это квадрипл стак. Две пачки СОВ, медведи и... Сатиры. Ну, в общем, Нован что-то по золоту доподнял. Летит ему в Курьере. Глоссов с Хейст. Нован собрался в Power Threads. Это уже неплохо. Действительно неплохо. На прошлой катке резолюшн нас отыгрывал на инвокере. Инвокер, в общем-то, терпел-терпел на миде от снайпера. Терпел-терпел. Потом терпение лопнуло. И резолюшн закончил эту игру с Unstoppable или Wicked Seek. В любом случае, какой-то стрик около Годлайковый. Собственно, две-три минуты еще бы поиграли. Там был бы Бионту резолюшн на 100%. Потому что реализация инвокера была на высоте. Ну, не смогли ничего сделать со старта. Инвокеру одна смерть от снайпера не решила. Ну и резолюшн в финале был просто неудержим. Как это мне пишется в доте. В общем-то, так и было. Стрик у него был. То Unstoppable был, то Unstoppable был, то Wicked Seek. Там, в общем-то, не разберешь. По лайнам. Алоха Дэнс отправился на шейкере в сложную. Где находится Йоку в это время? Йоку стоит и фармит через Sandstorm крипов в лесу. Пожалуйста, никто не мешает. Сенкинг транквилы имеет. Есть Soul Ring. Есть. После этой пачки порядка тысячи на руках должно быть. У Сенкинга 1200 даже у Йоку. Йоку превзошел все ожидания. Можно собирать на даггер. Никто толком не мешает. У нас Трон забирает шейкера. Давайте понаблюдаем, как все происходило. Через ульту. А нет, даже не через ульту. Просто через телекинез, через стомпы. Ну и Double Edge прилетел у нас в шейкера. Алоха Дэнс погибает. Сюда приходит Йоку. Йоку готов на лайне сражаться. К чертовой матери этот даггер. Того шейкера, на котором он всю жизнь отыгрывал сложную, забирают. Причем абсолютно наглым образом вдвоем против одного. Я так понимаю, Йоку пришел мстить. Всем лежать Йоку здесь. Подцепили у нас Арзика. Еще полетел Аркан Болт в спину. Арзик, скорее всего, не уходит отсюда. Хотя вот у нас через FiveFly Бэтрайдер постарается надамажить. Но Зика в любом случае здесь заберут. Не так сложно это было сделать. Четвером были игроки команды Империя. Алохо Дэнс никуда не хочет уходить. Алохо Дэнс имеется фиссура. Есть пятый левел, есть Тотем. Подкопали у нас Сему. Также зацепили Нова. На Резолюшн через Мелт мог бы, конечно, нормально продамажить Нова. Она продамажит, но Мелт был в откате. Четвертого левела Рефракшн. Второго левела Мелт, Пси Блейдс в один. Ну и в один также трэпы прокачаны у мидера команды Империя. Давайте посмотрим на графики. Вроде бы никого толком не убивали. Ничего толком не сносили. Товара у Вега все стоят. Но по золоту 3+, по экспириенсу тоже 3+. Империя просто на классе переигрывает своих соперников. Но, в общем-то, это не новость ни для кого. Йоку здесь засыпает песком кентавров. Глиняные големы вообще плевать хотели на этот песок. Они этим песком завтракают. Ноуана подцепил Резолюшн здесь. Ноуан, скорее всего, уходит. Хотя очень сильно по ХП проседает. Резолюшн можно цеплять. Поднимаются телекины с Резолюшн. Рефракшн скоро будет. Резолюшн готов драться. Он даже не собирается отсюда уходить. Сюда влетает Сайлент. Сайлент через Даггер разваливает у нас СФ. А подцепили Арзик, Арзик в таверну. Ну и, скорее всего, Сиома за Слэйр тоже здесь никуда не уходит. Еще и через Энд Сторм. Йоку подстопил. Йоку забрал крипов. А Бистмастер забирает себе Рубика. Мы видели с вами даблкил. Но в любом случае подрались 3 в 0. 415 заработала команда Эмпайр. В общем-то, не сильно они зарабатывают на смертях своих оппонентов. Потому что слишком уж их много. Ну и перефарм со стороны Империи выше. Опять 3 первых места за игроками команды Империи. Так, драка не намечается. Давайте посмотрим, что удалось. Это действительно подходящий глагол. Что удалось насобирать команде Вега по саппортам. Бутс оф спид у нас у Рубика. У Бэтрайдера. Бутс оф спид, но Бэтрайдер в лесу. Но хотя Иван может здесь погибнуть. Лассо и ТП-аут отсюда делает это самое верное решение. Драться здесь было не по шансам. Здесь уже... А, нет, здесь Вега с квадрону. Это у Сайлента действительно появляются проблемы. Через Стампид. Через... Через Стомп. Через Дабл Эдж. Все, в принципе, вкастовал у нас Кентавр. Смогли разобрать Сайлента. Вот вам и фармящий Сайлент. 5400 у него максимальный был Нетворс. Но, тем не менее, смогли убить Сайлента. Перебыковал. Полез в чужой лес. В чужом лесу, в принципе, ничего кроме смерти его не поджидало. В четвером сразу же на него напали. Его забрали. Вингу, конечно, нас тоже забрали. Стоит ли это обсуждать? Давайте обсудим. 340 по золоту команда Империя заработала. Давайте посмотрим графики. 4. Вот, собственно, на одном фраге от команды Вега Сквадрон. Так, у нас уже в соло Йоку разбирает Рубика. Обычный подкоп и обычный Сен Сторм. Но здесь по 80 секунду. Плюс стоит он. 2.17. Йоку переживает. Нет, Йоку ничего не переживает. Йоку на лоу ХП. Дабл Эдж спину. Йоку уходит на лоу ХП. Врывается у нас Алоха Дэнс. Эхо Слем. Но Эхо Слем только по трону. Трона зацепили. Йоку здесь продолжает стоять. Киллинг спри от Йоку. Ноу Ан уходит с ТП из-под своего Т2. Команда Вега решила подраться. Но Империя готова, я думаю, с ними драться. Йоку здесь продолжает стоять. Так, зацепили у нас в Лассоу Лвейсмона Флайя. Флайй должен умирать. Бэтрайдер на середине ХП. Сема Зеслайер крадет у нас трэп. Но что трэп против Резолюшена, непонятно. Сайлент еще в спину Ноу Ан. У Праймал Склид провязали. Подкопали Ноу Ан и на куски разобрали. Резолюшен, даблкилл, ГГ, ВП. 12 секунд, 12 минут, 23 секунды. У команды Вега Сквадрон не выдерживают нервы. Это какой-то финал. А Зейнтернэшнл 4. Понятно, что Вега слабее уровня. Но сражаться они хотя и пытались, тут не получилось. Написали GG Well Played. В принципе, их дело. Понимают, что не по шансам, не хотят. Особенно мучатся, не хотят. Отдавать свои фраги. Да и, в общем-то, тратить время. Опять такое депрессивное время, когда тебя гоняют по всей карте. Это печаль, беда. Ну что, у нас закончились катки Team Empire и Вега Сквадрон. Мы ждали их целый день. И они у нас закончились за 40 минут в общей сумме. У микрофона друг. Спасибо, что зашли на наш канал. В общем-то, это игровая студия Игрокам ТВ. Переходите туда на Twitch канал. Здесь мы просто кое-что проверили. Ну а все остальные катки, конечно же, на Игрокам ТВ будут проходить. Заходите в группу. Если в группе есть, ставьте лайки. Мы там пишем много. Нам надо, чтобы ответная реакция от вас была. Иначе зачем мы все это делаем? Вот, увидимся с вами уже завтра. Завтра давайте по расписанию скажу, что нас ожидает. Пока что далеко не расходимся. Нас немного, но мы должны быть со знаниями. Так, нас на повестке дня завтра. Ждает матч MVP Phoenix против Invasion. Это будет 13 по Киеву и 14 по Москве. Дальше. Минески Invasion. 15 по Киеву, 16 по Москве. И дальше Power Rangers против BBC. Балкан Бирск Орлеоне. Это 17 по Киеву, 18 по Москве. Короче говоря, это будет 12 сет, 14 сет, 16 сет. Ну и дальше 18 сет Империя против Game Online. День будет очень насыщенный. Там еще в конце будет Dota Pit Season 3. Клауда против Тинкеров. Но не знаю, успеем, не успеем. В принципе, игра Империи против Game Online, если не затянется, постараемся ворваться. Если затянется, пес вообще с теми Тинкерами и теми Клаудами. Будем смотреть, как Империя играет против Game Online. Это у нас приоритет, безусловно. Ну и в финале в 21.00 у нас 3 марта, а именно завтра в среду. Нет, во вторник. Да, завтра во вторник будет команда Void Boy против Complexity. Американский дивизион данного турнира. Вот. По-моему, ничего не забыл. Все. Всем было приятно с вами пообщаться. Приятно было для вас провести трансляцию. Она была недолгой, но тем-то лучше. Близко уже полночь. Пора расходиться. Всего доброго. Подписывайтесь. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok